Библейский портал экзегет.ру представляет 16 глава Деяния апостолов. Читаем перевод Международного библейского общества для библейского портала Экзегет. Продолжение миссионерских путешествий Павла. В данном случае он у нас с вами отправляется посетить церкви, которые были им основаны, посмотреть, что там творится, и его сопровождает не Варнава, как обычно, а некто Сила. Павел пришел в Дервию и Листру. Там жил ученик по имени Тимофей. Вот появляется важнейший персонаж Тимофей. Ему будет посвящено, соответственно, послание Павлова. Мать Тимофея была верующей иудеинкой, и отец его был грек. Так. Тоже необычная такая история, потому что, как правило, все-таки не смешивались в древности люди из разных народов, но вот могли смешиваться, да. И кто он тогда такой? Он грек или он иудей? Потому что до сих пор у нас очень важный вопрос, как принимают христианство иудеи, и как принимают его условные греки, то есть язычники, которые не являются иудеями. А этот, как бы, серединка на половинку. А Тимофея хорошо отзывались братья в Листре и Иконии. Павел захотел взять его с собой в путешествие. И ради иудеев, которые жили в той местности, он обрезал его, поскольку все знали, что отец Тимофея грек. Здравствуйте. Павел обрезал Тимофея? С какой стати? Только что мы читали в 15 главе. Не нужно никакого обрезания, потому что Христос спасает, а не соблюдение Моисеева закона. А вот непонятно, кто это такой. Вот пусть Тимофей у нас проходит как грек, и поэтому даже его не обрезала родная мать, которая была иудеянкой. Ну, собственно, женщина не должна этим заниматься. Но это сделал Павел, который совершенно, мы знаем по его посланиям, не считал, что нужно совершать обрезание. А вот принцип, который в книге Деяния мы встречаем довольно часто. Сначала общее правило, потом конкретное исключение, вызванное особыми обстоятельствами. Оно так здесь и есть. Особое обстоятельство, внимание, пристальное внимание иудеев, которые хотят видеть в этом Тимофея кого-то определенного, либо своего, либо чужака, лучше своего. То есть, вот, опять-таки, ничего дурного в обрезании нет. Это лишнее, но это не вредное. Путешествие из города в город Павел и его спутники призывали верующих соблюдать решение, принятое апостолами историческими в Иерусалиме. Вот то самое, о котором только что мы читали, которое как раз не требует обрезания. Церкви укреплялись в вере, число верующих с каждым днем увеличивалось. Они проходили через Фригию и Галатийскую область, но это надо на карте смотреть, у нас сейчас нет под рукой. Но Святой Дух не позволял им возвещать слово в провинции Азии. Вот интересно, как он их удерживал, почему ничего не происходит. Вот что-то такое мешало им. И они, пройдя миссию, пришли в Труаду. Труада там, где Троя знаменитая. Ночью Павел увидел видение. Ему явился человек из Македонии. Он стоял и просил его. Приди в Македонию и помоги нам. Македония это не нынешняя республика, которая довольно маленькая, а страна побольше. То есть это, собственно, европейский берег. Вот они находятся на территории Малой Азии, нынешний Торц. А это европейский берег, территория нынешних Греции, той самой республики Македонии. Ну, может, еще парочки окрестных регионов, там, Болгарии или других балканских стран. После этого видения мы решили, что Бог призывает нас возвещать им радостную весть. И сразу же приготовились отправиться в Македонию. Мы решили, говорит Лука, включая впервые себя в повествование. Когда он присоединился к Павлу? Кто он был такой? Мы ничего не знаем. Он же при себя не пишет. Но с этого момента мы, судя по всему, имеем дело со свидетельством очевидца. А до этого он пересказывает то, что слышал от других, прежде всего от самого Павла. Из Труада мы отплыли прямо в Самофракию, портовый город, а тут на следующий день в Неаполь. Неаполь — это не тот Неаполь, который мы все знаем в Италии. Неаполь — это новый город, на самом деле. Новгород по-русски. И таких Новгородов было в истории довольно много. Это порт как раз на Македонском берегу. Из Неаполя мы продолжили путешествие в Филиппе, римскую колонию, главный город той части Македонии. Почему именно Филиппы? Ну, почему Филиппы так называются? Понятно, это царь Филипп в его честь, и римская колония — главный город. Ну, римляне, захватывая разные страны, давали им разный статус. И наивысший статус, который мог получить провинциальный город, — это колония. Колония — это фактически маленькая часть Рима, но только вынесенная куда-то далеко. И там жили, как правило, римские граждане. Обычно это были ветераны, вышедшие в отставку воины, и, соответственно, у них были очень широкие права. Это вот действительно была такая столица, местная провинциальная столица. Там мы пробовали несколько дней. В субботу мы вышли за ворота города Крике, где, как мы предполагали, было место для молитвы. Интересно, то есть надо где-то встречаться вот в удобном месте. И, видимо, рассказали, где там они собираются. Мы с Сирией начали разговаривать с женщинами, которые там собрались. Интересно, что вот здесь тоже женщины, прежде всего, собираются. Видимо, потому что они, ну, скажем так, менее скованы какими-то социальными жесткими рамками. Вот надо быть так, 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 ты иудей, ты и язычник, а ты кто когда-то веришь в Иисуса? Вот с женщинами как-то попроще. Среди них была одна по имени Лидия из города Феотиры, которая торговала дорогими пурпурными тканями. Значит, богатая была женщина, у нее свой дом торговый. Лидия чтила Бога, и Господь открыл ее сердце к тому, что говорил Павел. Видимо, она была из числа язычников, но принявшая веру в единого Бога. Вот из тех, которые рядом с синагогой каким-то образом были, хотя формальные иудаизма не принимали. После того, как она и ее домашние были крещены, она пригласила нас к себе. Если вы считаете меня верным Господу, то придите и погостите меня в доме. И упрашивала она и уговорила нас. Ну, вот и они живут у нее, и дальше, как в этих самых Филиппах они живут. Интересно, что это уже не очень-то иудейский контекст. Да, вот в Малой Азии там все время иудеям мешают, а здесь, кажется, их особо и нету. Или, по крайней мере, их очень небольшое число. Однажды, когда мы шли к месту молитвы, по дороге нам повстречалась некая рабыня, одержимая духом-змеем. Ну, были всякие такие формы одержимости, когда человек как-то вот себя вел, ну, как безумный, мы бы сегодня сказали. Тогда это назвалось словом одержимой. И предсказаниями она приносила большой доход своим хозяевам. «Рабыня шла за Павлом и за нами и кричала, эти люди, слуги Всевышнего Бога, они возвещают нам путь спасения». Такая бесплатная реклама, да? Ну, поскольку она имеет некоторое духовное такое вот начало, пусть даже это не чистый дух, как бы мы его назвали, но все равно видит то, чего не видят люди. Она делала это изо дня в день. И когда Павлу все это надоело, ну, представьте себе, за тобой ходят и кричат, даже если самое лучшее тебе кричат. Он обернулся и сказал духу, во имя Иисуса Христа я повелеваю тебе, выйди из нее. В тот же момент дух ее покинул. Когда ее хозяева поняли, она же рабыня, что у них пропал источник дохода. Вот ни у кого нету рабыни, одержимой духом, а у меня есть. Буду показывать за деньги, буду собирать желающих получить прорицание от нее тоже за деньги. Большой источник дохода, невидаль какая. Бородатая женщина, да, розовый слон, служанка с духом-змеем. Почему змеем, не знаю, ну, какие-то местные культы. У них пропал источник дохода, они схватили Павла и силу и поволокли их на площадь городским властям. Там это все про Бога, про Иисуса, это кого интересует. А вот денежки, извольте мне компенсировать упущенную выгоду, сказали они. Они привели их к начальникам города и сказали, эти люди иудеи, они служат причиной беспорядков в нашем городе. Они вводят обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Мы же римляне, да, гордятся они. Толпа тоже присоединилась к обвинению Павла и силы, и начальники велели раздеть их и бить палками. Обратим внимание, первый случай, когда не иудеев провоцируют гонение. Видимо, иудеев там крайне мало, да. А может быть, они уже и не особо обращаются к иудеям после всех этих печальных опытов. Ну и хорошие начальники, которые ни в чем не разобравшись, первым делом избивают тех, на кого поступила жалоба. Их сильно избили, бросили в темницу, а тюремщику приказали бдительно их охранять. На всякий случай, да. Получив такой приказ, тюремщик закрыл их во внутреннюю камеру и забил им ноги в колоду. Колода, понятно, это такая большая деревянная штука, которая полностью обездвиживает человека, но даже лечь нельзя нормально, не отдохнуть, ничего. Ну, раз нельзя отдохнуть, что делать? Около полуночи Павла и силы молились и пели гимны Богу, а другие изнанклученные слушали их. Там же еще есть всякие уголовники местные. Вот эти люди молятся, вместо того, чтобы проклинать своих притеснителей или как-нибудь еще проводить время. Внезапно произошло такое сильное землетрясение, что поколебались основания темницы, все двери раскрылись. И у всех заключенных цепи упали с ног, у всех. Здесь уже не ангел Петра выводят, а здесь вот прямо все раскрывается, как изображается в сошествии Христова, где все эти самые двери падают, аковы разрушаются. Когда тюремщик проснулся и увидел, что все двери темницы раскрыты, он схватил меч и хотел покончить с собой, думая, что все заключенные убежали. А ведь уже была история в книге Дионе, где казнили стражника, у которого сбежал, соответственно, сбежал узник. И это была нормальная практика римская, поэтому уж лучше самому себя убить, чем ждать, когда тебя на казнь потащат. Но Павел успел крикнуть, не губи себя, мы все здесь. Здесь тюремщик потребовал света, вбежал внутрь и дрожа упал перед Павлом из силы. Он вывел их наружу и спросил господа мои, что мне сделать, чтобы быть спасенным. То есть вот он остался в живых, но он понимает, что спасение – это нечто большее, чем выжить в трудную минуту. И что же они ему скажут? Что вот нас спросили бы, что делать, чтобы быть спасенным? Мы скажем, ходить в церковь, там, поститься, молиться, исполнять какие-то определенные правила. Длинный список. Верой в Господа Иисуса, ответили они, тогда ты будешь спасен и твои домашние. Все. Остальное – это, скажем так, вторичное следствие. И оно у всех по-разному проходит. А вот веруя в Господа Иисуса, тогда ты будешь спасен и твои домашние. Почему домашние? Ну, в римское время, не только в Риме, конечно, но, скажем, лучше в древнем мире, собственно, хозяин дома, он и есть главный жрец своей семьи. Он приносит жертвы богам, ну, может быть, не сам при помощи кого-то. Он вступает с ними в отношения с этими небесными силами. И вот здесь, собственно, хозяин дома вступает в отношения с Иисусом, и это спасение распространяется на всех его домашних. И они возвещали слово Господа ему и его домашним. В тот же ночной час тюремщик промыл им раны, они же избиты палками, там явно все плохо. И сразу же был крещен, он сам и все домашние его. Какая стремительность? Просто по его внезапной вере. Он привел Павла и силу к себе домой, накрыл для них стол. Павел вместе со всеми своими домашними, он радовался тому, что поверил в Бога. Наступил день, и городские начальники, они же ничего этого не знают, послали своих служителей в темницу с приказом освободить этих людей. Видимо, как-то задумались, что-то непонятно, чего это мы их избили, посадили. Как-то негладко вышло, лучше тихонечко вот это все замазать, так дело миром закончить. Тюремщик сказал Павлу, начальники приказали освободить вас, вы можете идти с миром. Да, он их накормил, напоил, но освободить не мог. Но Павел сказал, они без суда избили нас пред народом, несмотря на то, что мы римские граждане, и бросили нас в темницу. Сейчас же они хотят от нас избавиться так, чтобы никто не знал. Нет, пусть они сами придут и выведут нас. Это очень важный момент. Римские граждане, а в Риме не все граждане. Граждане, это как русское слово гражданин предполагает, это горожанин, это человек, имеющий гражданство определенного города. Так вот, город Рим, столица дает свое гражданство не всем. В городе Филиппы граждане Рима, да. А кругом граждане всяких мелких этих городков, какой-то там Неаполь, который вот македонский, там все эти фиатиры, все что угодно. Ну, как в Советском Союзе была московская прописка, это да. А у тебя там прописка, я не знаю, какого-нибудь рабочего поселка на Урале, это вообще никто на себя смотреть не будет. И римский гражданин имел очень серьезные права. А в частности, провинциальные власти не могли его никак подвергать телесному наказанию. И вот они делают очень серьезное заявление, мы римские граждане. Служители отдоложили об этом городским начальникам. Когда те услышали, что Павел и Сила римские граждане, то испугались. Они пришли, принесли им свои извинения, вывели из темницы и попросили, чтобы те покинули город, да. Мы, конечно, извиняемся, но лучше бы вам уйти. Вот беспорядки начались, мы не хотим никаких проблем. Выйдя из темницы, Павел и Сила пошли в дом Лидии, то есть там они встретились с братьями, ободрили их, после этого они отправились дальше. А их побили, а их унизили, но для них это повод нести весть о Христе дальше, а вовсе не мстить этим местным начальникам, которых можно привлечь, между прочим, зандругаться над римскими гражданами. Не настаивать на своем, не пытаться добиться своего. Да, это повод идти дальше и проповедовать. В 17 главе об этом будем читать. Продолжение следует...